И именно поэтому, дорогой, несмотря на то, как я сильно тебя люблю, нам нужно расстаться. Всё? Всё. Пацаны, я вас ждал. Итак, ну что ж, добрый день, дорогие друзья, приветствую всех, на прямой связи у нас Казахстан, город Алмата, привет абсолютно всем участникам и зрителям, людям, которые находятся в замечательном клубе Next, вот, друзья, ну что ж, турнир, или фестиваль, как его назвали организаторы, Touch the Horn, встречается команда CMQ против команды Sky, вот, попросим мы Артёма, наверное, Артём, заметьте, пожалуйста, себя в Скайпе. Артём, заметьте себя в Скайпе, плиз. Ну или ладно, мы его заметьте так, вот, потом, если что, вернём. Вот, группа B, встречается CMQ против команды Sky, и были у нас забанены уже, давайте озвучим, что у нас было забанено, Джерезая, Паразит, Офелия, Армадон, Мейджбэйн, Торчер, Поливок, Прист и Силуэт. Попросили команды закрыть мини-карту, пики, соответственно, Эмирал Тварден, Варбис, Нимфора, Бабблс, Пебблс против Манки Кинга, Кракена, Врэчид Хак, Темпеста и Гласиуса. Состав команды CMQ это SkyQ, Судьба, Я, Петрушка123 и Джемка, состав команды Sky, играющий за Хеллборнов. Это Элк, Лан, Гифт, SkyKing, Красти Краб, Чепита и Бир. Поехали смотреть, друзья. Напомню, что задержка в 30 секунд, вот, поэтому... По той самой причине, что, видите, монитор, два огромных выведены, соответственно, звук есть, и... Команды не должны отвлекаться и, соответственно, не должны мониторить. Выровняю я сейчас позицию нашего видео, которое прикрывает мини-карту, чтобы убедиться в том, что, собственно, не будет видно. Вот, наверное, как-то так. Пауза поставлена была техническая, но мы ждем. Гоу, что там? Все окей, друзья, начинаем смотреть. И за пресловутых 30 секунд не будет, не будет у вас инфы на данный момент. Вы будете видеть на мониторах, но не будете слышать о том, как у нас идет расстановка на лайны. Вот, и будем, соответственно, освещать все самые основные события, которые у нас будут происходить в матче. Напомню еще раз, соответственно, какие герои у каждой из команд. За Легион. Это Эмералд, Варнон, Варбист, Нимфора, Бабблз и Пебблз. За Хеллборнов, команды Скай, это Манки Кинг, это Врэшит Хак. Темпест, Гласиус и Кракен, друзья. Великолепная комбо и синерджи будет, соответственно, у команды Хеллборнов. Кракен вращит Хак, Ульта, Темпеста, соответственно, если все это совместить, и если все это получится, соответственно, как минимум трои четверых игроков задисейблить у команды CMQ. Реальные шансы у Хеллборнов пушить, соответственно, делать фраги. И, может быть, нас с вами ждет ранний геноцид. Одной из команд. Ставка, мы видим, команда Легион была сделана на Варбиста в виде хардкерри. Соответственно, роль хардкерри, скорее всего, у Хеллборнов будет исполнять Манки Кинг. Ну что ж, поехали смотреть. Мидлайн, Нимфора плюс Пеблз против стоящего Соло Манки Кинга. Топ-лайн, Баблз против Кракена и Гласиуса. Внизу, соответственно, Эмералд Варден против Врэчит Хак. Ну и Варбист, как и было, я думаю, всем понятно, уйдет в лес. Гласиус, Хараси, сразу же у нас Баблз на топ-лайне. Обратите внимание. Ставит в тюрьму и Баблз уже просил на 50% ХП. Вот, пришлось ему съесть одно дерево. И возвращается обратно на лайн. Ну что ж, задача Баблза, опять же, терпеть, стоять на лайне. Ждать, пока его мейты расфармятся и придут ему помогать. Ну и гангать, безусловно, после получения 6-го левела. Второй у нас уже имеет Кракен. Баблз из-за того, что пришлось отходить. Пока что первый. И давайте посмотрим на текущий ГП. Мидлайн, Баблз, как всегда, в такой связке с нимфорой. Впереди. Гласиус сместился на мидлайн. Опять-таки-то в помощь Манки Кингу проходит стан от нимфоры. По МК. И инициация Манки Кинга вперед! Смотрите, какой комбо он делает! Поставил ахилку нимфора чуть назад. И чуть-чуть не хватило. Сейчас команде Халборном, чтобы забрать Баблза. У которого оставалось 40 ХП, друзья. Опасно. Уже опасно! Стан, друзья, проходит от нимфоры по Гласиусу. И мы видели, что поставила... Поставили нимфору, собственно, в ледяную тюрьму. Опять же, Гласиус играет агрессивно. Остался он без маны. И лишь один заряд. Имеет он на батарейке. 222 ГПМ у Баблза. Мидлайн, соответственно, Манки Кинга пока что остается. 107 всего-навсего по крипам. 2 на 0 у Манки Кинга. У Баблза 8 на 4. Вторая минута матча. Файл еще один на мидлайне. Забирает Манки Кинга. Это Блодласт! Это ФБ! Я его сделал. Хо-хо-хо-хо. Игрок команды ЦМК, безусловно. Сразу же мы видим, вырывается вперед. Нимфора практически догнала Анна Пеблза. 231 ГПМ. 241. Мидлайн. Команды ЦМК пока что выигрывает. Наверху Баблз взял четвертый. И он практически наравне с Кракеном. Он, соответственно, так как сместился у нас на мидлайн Гласиус, он уже не харасит и так не достает здесь Баблза. Может он спокойно стоять и даже получать фарм. 7-3. Текущая крипстата у Баблза. Что вполне неплохо для него. Как у нас дела тут у Эмералд Варден? Давайте обратим внимание. Еще на 1-7 керри, соответственно, и теоретически хард керри команды Легиона. 9 на 10 крипстата. И даже динает неплохо. Собственно, 1 к 1. Показатель. Файт, Кракен. Завидан был тейк кавер Баблзом. Отхиливается. 12 на 2. Крипстата, кстати, у Кракена. Обратите внимание. Вторую позицию он занимает в своей команде по количеству ГПМ. Ну и будем ждать еще одно сражение на мид-лайне. Мы видим, что Кракен теперь соревнуется по БСГПМу сейчас в игре с Пеблсом и уже Эмералд Варден. В Рэшид Хак 4 левел имеет здесь внизу. Также стоит, она исполняет ту же самую роль, что и Баблз на топ-лайне у команды Легиона. Файт на мид-лайне. У нас еще одна инициация была. Манки Кинг делал свое комбо. Но на этот раз обошлось без жертв. С одной и со второй стороны команды. Еще одна инициация от Нимфоры, друзья. Проходит стан. Сейчас будет, скорее всего, Чак от Пеблса. Не хватает маны. Не хватило маны. Пеблс для того, чтобы союзить, соответственно, Чак. Можно попытаться было сделать килл. Кракен берет 6 левел. У него имеется ульта. Будет, наверное, сложно ему сейчас реализовать фраг на топ-лайне. Только если кто-то придет ганкать. Ну, либо Кракен сам на один из лайнов сместится. Есть у него также лайфтюб. Купил он его для того, чтобы хилиться на лайне. И будет в дальнейшем его превращать в Холм из Блэк Лейджин. Без маны Гласиус на мид-лайне. Но 7 у него, соответственно, зарядок есть в батарейке. Он их заюзал. И ждет момента, чтобы забрать Пеблс. Манки Кинг с бутылкой. Проходит станд по нимфури, друзья. Пеблс! Опять не хватает ему, к сожалению, Чак. В итоге Манки Кинг делает свою комбо и забирает джемку. Есть фраг на мид-лайне. 1-1. Гласиус забейтил. Достаточно неплохо забейтил. Обратите внимание. Не хватает сейчас Пеблсу маны. Все никак. И второй комбо у него уже не проходит. За счет нехватки маны. Нужно было уже, наверное, собирать Амлетов Кзайл. Для мана Ринга. Но в итоге почему-то Пеблс решил взять тапок, друзья. Попытка забрать Баблса на топ-лайне увенчалась провалом, наверное, со стороны команды Хеллборнов. Вовремя заюзал тейкавер, собственно, и серф Баблс. Правда, он стоит сейчас у нас абсолютно без маны. Что не есть для него хорошо. Фул Пеблс на мид-лайне. Сейчас-то его комбо может пройти, если будет, соответственно, инициация и файт. Шестая минута завершается. Седьмая, друзья, у нас приближается. Пока что номинальное преимущество по голде на стороне команды Легион. А Баблса, Петрушку 1-2-3, соответственно, забирают на топ-лайне. Вот на этот раз Темпест успел выйти на лайн. И вместе, соответственно, с Кракеном они сделали фраг. Эмерал Тварден, друзья, у нас была уничтожена. Гласиус, а Рома, еще ушел с мид-лайна. Пришел он вниз, помог в Реджитхагу и забрали Эмерал Тварден. По-прежнему у нас фармит в лесу Варбис. Единственное, тут получилось так, что Джемка не подозревал, видимо, о том, что это руна иллюзий была у Манки Кинга. И стартил полностью свою ману на иллюзию. Грамотно разобрался сейчас МК, похорастил Пеблса и за счет того, что нет Банки у него в бутылке, вот, опасно он сейчас стоит на мид-лайне. Манки может сделать свое комбо в любой момент и будет фраг. Приходит у нас Баблс, юзает свою ульту, промазал сейчас, к сожалению, станом. Пеблс был убит комбо от Манки Кинга, друзья. Не везет сейчас Джемке, к сожалению. Вот, и добивается своего. В итоге. Команда Халбурнов успешна. Она этот ганг преодолела. Эмералд Варден харасит. Убращен хак внизу. Седьмой левел. Мы видим, также имеется лайфтюб. МК! У него был инвиз, друзья, поэтому выжить здесь Эмералд Варден, ну, не представлялось, возможно. Результативный ганг. Опять же, Баблсу не получилось реализовать свой ганг. Вот, а ребята из команды Халбурнов сделали это успешно. Пеблс, вот сейчас было все очень неплохо реализовано. Нужно лишь догнать и уничтожить Манки Кинга. Одна автоатака долетит! Ой-ой-ой, как рано сейчас заюзал свой первый скил, к сожалению, Манки Кинг. И автоатака от ним фора долетела до него. 2-5 счет у нас становится. Тем временем, на топ-лайне Баблс имеет седьмой левел. Кракен восьмой. Бутылка плюс марчеры у Баблса и также имеется батарейка. Сместилась Эмералд Варден на мидлайн. И приносит, как вы видите, Кракену Hell of the Black Legion. Увеличит он свой показатель брони, ХП. Кракен будет танчить в этой игре. И опять же, сейчас опасная ситуация, на мой взгляд, для команды Легиона. За счет того, что Темпест фармит. Она фармит Темпест на ПК и дальше, соответственно, будет первым врываться. Ну, а по комбо вы видите, что там есть в команде. Слишком все это опасно для команды ЦМК может оказаться. Если Темпест грамотно поставит, соответственно, свою ульту. Двоих-троих задисейблит. И... Безусловно, это должен быть Пеблс. Это должна быть Нимфора. Это должен быть, в принципе, даже Баблс, которого сейчас пытаются забрать. Заюзал он Тейкавер и Сёрф. И чудом сейчас они убили свои собственные анценты. Если бы он их заагрил, две автоатаки подозревают, что Пеблс был бы убит. Пытается добить Врачин Хак своего крипа. В итоге Пеблс делает Ласхейт. Десятая минута. Преимущество по голде 1600-3000. По опыту. На стороне команды Хеллборнов они пока что лидируют. Эмиралт Варнен харасит Манки Кинга за счет своей ульты. И мы видим смещение Пеблса на нижний лайн. Опять же, поменялись они лайнами. Еще две минуты назад Варнен смесился у нас на мидлайн. Попытка забрать Врачин Хак не увенчалась успехом Нимфора. И Пеблс не взвелали этот килл. Врачин Хак вовремя блинкнулась назад. Кракен. Замедление на Беблса. И успевает похарасить, собственно, автоатакой. Сносит сразу же 50% ХП. Фулл бутылка у Беблса. И смотрим на противостояние Кракена и Беблса. Тем временем, друзья, на нижнем лайне Джемка делает килл на Красти Краби. Гласиус не смог спасти, соответственно, Врачин Хак. Текущий ГПМ на ваших экранах, друзья. Не буду его озвучивать, дабы не давать уже в дальнейшем инфы о том, кто у нас лидер команды. Стан от Беблса. Забирает он, кстати, руну Регена. Комба от Манги Кинда. Приходит на Стрэчит Хак. Юзает Сонар. И Джемка был убит. Нимфора. Стан в надежде на то, что она убежит. Но как тут убежать, когда здесь Гласиус вовремя бросил Бласт? Вот вам, собственно, еще один фраг. 3-7. 3-7. Команда Sky впереди. Команда Sky. На топ-лайне поставил Баблс ульту. Попытка забрать здесь Варбиста. В его собственном лесу была. И мы видим, что Нимфора сместилась на топ-лайн. Ох, как сейчас заюзал батарейку вовремя. У нас Кракен приходит сюда в Тепест. Может даже, в принципе, ультануть, чтобы забрать Нимфору. Наверное, не стоит этого делать. Петрушка уже был убит. Нимфа. И сбил в итоге Тепест. Ну, решил, что стоит забрать здесь фраг, нежели сейчас его отдать. Одна автоатака долетает в итоге до Я. Приходит Эмиралд Варден. Попытка забрать уже оставшийся здесь одного Тепеста. Так как Кракен без маны. Лишь первый скил, наверное, может быть, успеет кинуть. Есть Вижен у Эмиралд Варден. Одна автоатака. В итоге не долетела до Тепеста, друзья. 25 ХП. 25 ХП. Осталось у Тепеста. И, к сожалению, для команды CMQ потеряли они Эмиралд Варден на топ-лайне. 3.10. Вся надежда сейчас, безусловно, на Варбиста. На то, что он расфармится. И будет тащить команду. Врачит Хак. Ох, Хак. Не получилось. Комбо здесь убабился. Вовремя, собственно, ублинкнулась у нас врачит Хак. Гласиус встречает Варбиста. Ставит сразу же его в льняную тюрьму. Здесь приходит у нас Нимфора. Попадает станом по Гласиусу. Нет, к сожалению, сейчас маны у Варбиста для того, чтобы заять свою ульту. Комбо, друзья, от Манки Кинга. И разменялись сейчас фрагами. Но так как Варбист ни разу не Гласиус. Вот я имею в виду. В потенциале лейтовом. Поэтому потери существенны для команды ЦМК. Ультану Гласиус. Вы сейчас все прекрасно видели на своих экранах. Сёрф. Вперед был. Похарасили Манки Кинга. Но и на этом всё. Опять же, не может сейчас команда ЦМК, к сожалению, собраться. Вот. Собрать волю в кулак, что называется. И пропушить лайн. Хотя, опять-таки, сложно это им сделать. Преимущество сейчас целиком и полностью на стороне Хеллборнов. И вернулись. К своим лайнам. Попытка забрать Пеблса. И... Ну, сами всё видите, друзья. К сожалению, не хватает вот... Я даже не знаю. Я не могу сказать, что везёт сильно команде Скай. Просто не хватает ДПСа. Буквально там, я не знаю. Двух-трёх дэмэджей у Пеблса, чтобы сделать этот фраг. С одной автоатаки, которую он так и не смог совершить. Был убит. Пуш нижнего лайна. Гласиус, Врэшид Хак и Темпест. Попытка забрать, соответственно, башню внизу. Тем временем Эмерал Фарда у нас на мидлайне фармит крипов. Манки Кинг получает стан. Инициация, соответственно, от ним форы. К сожалению, сейчас Баблс неправильно заютил комбинацию своих скиллов. Серв, соответственно, вперёд. Не получилось у него сделать. Слишком поздно. И прожал Сайлент, соответственно, опять-таки-то не вовремя. Нервы. Нервы. А что вы хотели? Как-никак это не дома сидеть. Вот перед монитором сидишь на замечательной сцене. Вот. И реальные нервы. Поэтому, безусловно, поддержите вашу команду на нашем чате. На портале stream.garina.ru Общайтесь, обсуждайте, что у нас творится. Вот. И смотрите на то, как пытаются забрать Кракена! Ульта от Варбиста! И, соответственно, вчетвером 4 в 1 реализовали здесь. Большинство. Варбист. Вольте. Неужто будет автоатачить башню-то с собой? Панковать её не будет он? Забрали Тэмписта. И ещё одну неудачную комбо от Петрушки. К сожалению, что-то никак ему здесь не везёт. С комбинацией. Кью-дабл и забирают в Расчет Хака, кстати. Гласиус. Попытка убежать. Тем временем сзади подошёл Манки Кинг. И сделал я больно. Добили Гласиуса. Манки Кинг под ДД! Ох, какой комбат Пеплса, друзья! Опасно как! Сыграл сейчас клан Гифф. И был убит, друзья. Геноцид. Кстати, геноцид сделала команда CMQ. Это просто биг камбэк сейчас у нас произошёл. Меньше стало сейчас преимущества команды Хеллборнов. За счёт данного геноцида башню в итоге не удалось отдефать. Сейчас Хеллборном. Они её потеряли. Счёт по башням у нас стал 10-10. Пеплс возвращается на мидлайн. Вот. Но вы прекрасно видели, что у Темпеста у нас уже есть ПК. Поэтому, наверное, в любой момент сейчас игровой, в любое время, на любой секунде нужно ждать команди ЦМК в урыва от Темпеста. И нужно, наверное, играть осторожно. МК на мидлайне. Смещается на топ-лайн. Встречает он здесь Варбеста. Опять юзает своё комбо. Варбист на всякий случай, соответственно, заюзал ульту. Мало ли что там может быть помимо Манки Кинга. Там мог пойти Темпест. Вот. И Варбист решил уйти назад. Фармит анцентов. Бродсворд тем временем покупается Манки Кингом. Во что это всё превратится? Наверное, в Assassin's Shroud. Вот. Ну и имеются сустайнеры. У, наш Эмералд Варден. Счёт 9-13. Напомню, а вот и Пебл срывается! Забыла сейчас команда Хеллборнов о том, что есть Пеблс у противников, о том, что он может купить ПК. Вот и сюрприз для Манки Кинга. Кракен с Буллоком, включённым на минус армор для противников. ТП обращает как на мидлайн. Дев в башне сейчас будет у нас. 13-й левел у Кракена. Видите вы его сборку. Инициация! Ещё одна! Пеблс опять проходит у него комбо. Дают ему, к сожалению, играть. И ульта поставлена Кракеном была очень удачна. Пеблс в инвизе. В итоге получил от Кракена сплэш. Баблс не ушёл. Хоть и заязал тейк кавер, Кракен, на самом деле, как сыграл. Очень красиво сейчас сыграл Кракен, Sky King. Действительно, сыграл как король. Или просто царь. Кракен это сила, друзья. Всегда любил я данного персонажа. За счёт того, что он большой. За счёт того, что он сильный. За счёт того, что у него великолепные обилки. Вот. Но это лично моё мнение. Пока что его результат налицо, что называется. 4-1-3. У Кракена 4-4-3. У Манки Кинга. Показатель фрагов, смертей и ассистов. Варбист на мидлайн сместился. Мы видим наличие у него Вархаммера и Майти Блейда. Это будет БКБ или Шранкен Хэд. Собираться первым айтемом. Эбисол Скул. Стимы. И Пеблз! Врывается вперёд! Ох! Как правильно сейчас и вовремя Кракен заюзал свой второй скилл. Тем самым, уйдя назад, врыв от Манки Кинга, прыжок через собственную башню и был он убит! Кракен Еще одна ульта неплохая была поставлена Кракеном даже ульта от Врэшит Ха Как прошла, классно И сонар был заюзан вовремя Не хватило здесь лишь наличия ульты Глазиуса Ну либо Темписта Метеор Темписта плюс Стан Это было бы два фрага как минимум сейчас у команды CMQ А так счет стал 13-16 Потихонечку мы видим уже Второй файт подряд CMQ Начинают доминировать во время тимфайтов Вот и за это нужно сказать Безусловно спасибо Певлосу Который инициирует файты Достаточно неплохо инициирует Баблос вовремя врывается Сайленс Опять же обратите внимание что два сайленса Имеется в наличии у команды Легиона Это Эмирс Варден за счет первого скилла Это Баблос за счет Своего второго скилла Больше сайленса что называется А тут есть кого сайленсить Опять же Темпест Гласиус в рэчит хак Кракен МК На нижнем лайне фармит С тем состав И Бросфорд имеется Пришли гангать Ничего не подозревающего Манки Кинга И Пытается он уйти Но серфом достает здесь Баблос Вот сейчас Петрушка попал Так попал На топ лайне Врыв от Темпеста Вот собственно ответ Команды Скай Забирает Эмиралд Варден вверху Реализовали большинство Мол вы ганкаете наших Мы ганкаем ваших Все по честному И соответственно пушиться будет сейчас у нас топ лайн Башня Т2 Будет Уничтожаться По крайней мере попытка ее забрать Темпест также Будет у нас варить БКБ Либо Шранкинг Кому как Удобно Баблос и компания Уничтожила башню В первую На Нижнем лайне Идут забирать Башню номер 2 Ждем ответных действий сейчас От команды Скай Будут ли они дефать башню внизу Или же Отдадут ее команде СМК В итоге В итоге мы видим Что Легион отходит назад Размерялись башнями Первую на вторую Правда поменяли Выгода для Хеллборнов После данного размена башен была Вот Ну а счет 14-17 В ноздрю практически у нас идут команды 24-ая минута матча Еще раз друзья напомню Что это турнир Touch the home Проходящий в Казахстане В клубе Next Город Алмата Респект Организаторам За Стой Великолепный Замечательный Эвент Вот Я думаю Все команды довольны Более даже чем Врэшит хак Убежала Лишь На честном слове Что называется Баблз поставил ульту Здесь у нас В метеорите Или в метеоре Вот Темписта Горели сейчас 4 игрока Команды ЦМК В итоге Все живы Фрагов у нас Не последовало Пачка грипов От легиона У нас На топ-лайне Ага Манкикин здесь Встретил Баблса И остальных Противников Соответственно Отбегает назад Будут скорее всего Сейчас Дефать башню Свою Т2 на топ-лайне Команда Скай Врывается вперед Манкикинг Юзает Первый скил Зафармливает Крипов И Кракен Выходит на лайн Кракен кстати Друзья Собрал Возврат урона Барбит армор Также поставил На плюс армор Солбувок Далее по айтемам Имеется Блэстит орб У Врэшитхак Что она дальше Будет с ней делать Что будет собирать Будет ли это Нулстоун Или будет это Угрышипстик Посмотрим Вот Ну и мы видим Наличие астролябии Либо меки У Гласиуса Кракен На топ лайне Сражается с Варбистом Варбист Благоразумно Отходит назад В рейф от Пеблс Анисация Манкикинг Был убит Нет у него Соответственно Ассисен Шроуд Даже Ассисен Шроуд Здесь бы ему не по углу Тэппес ультует Великолепно Ульта Ульта Друзья От Врэшитхак И забирает Просто Троих игроков Команды CMQ Хотел сказать Всю команду Но здесь далеко не вся команда Файн на топ лайне Сражается Варбист с Кракеном Друзья Но как можно сражаться с Кракеном Когда у него включена Включена Собственно Барбит армит Возврат урона И автоотачил К сожалению Варбист В итоге Четыре игрока Команды CMQ Сейчас были повержены Сейчас становится 15-21 Респект К команде Sky За столь Классные действия Но опять же Говорил я про это Синерджи Темпест Плюс Врэшитхак Гласиус Друзья Ну Сложно Сложно Что-то здесь противопоставить Вот Когда получается Что называется У Темпеста И имеет он уже БКБ Мы видим Что судьба негодует Это судьба Что называется Вот Вот так вот Это судьба Хорошо Красиво Играют Обе команды На мой взгляд Немножечко Агрессивно Играет CMQ Вот Ну и Не везет Не везет Во время файтов Вот Не добили Темпеста Ну и Там Забрав Как бы Манки Кинга В итоге Отдали троих Внизу Не совсем Наверное То Чего команда CMQ Ожидала И МК Дособирал Лотар Ну либо Для всех нас Ассессин шоу Команда Sky Стала Чуточку Опасней А может даже И серьезно Усилила себя За счет Инвиза На МК За счет того Что ПК плюс Соответственно Шранкенхед Есть у Темпеста Сложно Сейчас будет Командица МК Играть На мой взгляд Вот Варбисту Нужен Бруталайзер Как я считаю Инициация На Врэшит Хак Смотрим Файт Забирают Врэшит Хак Опять Как бы не получилось То же самое Что получилось До этого Смотрим Какая Крепина ульта Была поставлена Крагеном И Есть Скилл на Джемке Продолжается Файт Убегает Назад Варбист Обратите внимание Не может он Сейчас ничего Абсолютно Противопоставить В Инвизе Был МК Делает свое Комбо Тэпи Стант проходит По Эмералфварден Тем временем Добивает нас Мы видим Нимфору Которая не смогла Убежать назад Не было у нее Единого шанса И Гонятся За убегающий Эмералфварден Что делать Этому лесному Друиду Вот Этому Кентавру Против Лотара На МК Комбо И это Фраг Эл Клан Гифт Делает еще Один килл Вот вам и Хардкерри У судьбы Соответственно Варбист Есть Вроде бы Как бы И есть У него Его основные Курайтомы Но Не хватает Соответственно Большего ДПС Наверное Не хватает Еще чего-то Не знаю Может быть Не хватает Грамотного Сайленса Вовремя брошенного Но тут Попробуй бросить Грамотный Сайленс Когда команда Скай Очень качественно Играет И опять же Сами все видите Тридцатая минута Тем временем У нас наступает Т2 На нижнем лане Забирается Результативно Сейчас Файт провела Команда Скай Могут Немножко Отдохнуть Варбист На топ-лайне Со своими Крепами Идет Пушить Фармить Соответственно Топ-лайн Вот здесь Башня 50% ХП В принципе Ее могут И задефать Может быть Даже Заденайт Лучше Наверное Задефать Уходит Что угодно Что угодно Возможно Я думаю Что либо Даймоник Будет Собираться Либо Превращаться Будет Весмент Который имеется Будет превращаться В Шама Хедрис И в дальнейшем В Барри Райдл Вполне Наверное Даже Был бы Ожидаем Барри Райдл Потому что Имеется Здесь Баблс Имеется Прокаст От Пеблса Дополнительный Буст Соответственно Мэджик Армора Для команды Никогда Не помешает Пеп Фармил Внизу Взял 15 Левел Напомню Друзья Что Так как У нас В клубе Два Огромных Замечательных Монитора Звук Есть Поэтому Я не могу Вам Рассказать Основную Информацию Которая Имеется Дабы Игроки Ее Не слышали Вот Всю информацию Вы можете Видеть На экране Которая Вам нужна Ну и Наблюдаем За игрой 302 Минут Фармит Варбист Шилбрекер Левел 3 Каков Будет Его Следующий Айтем Интересно Будет Посмотреть На Варбиста Задача Темписта Безусловно Выжить Не умереть До того Как убьют Варбиста Ну либо Большую Часть Игроков Команда Легиона Приближается У нас 33 Минута 15 Левел Манки Кейнг Не решаются У нас Пока что Команда Переходить К активным Действием Вот Ибо Цена Ошибки Может быть Слишком Велика Уже На данном Этапе Поздний Мидгейм Перерастающий Наверное В ранний Лейд Проверяется Конгор Волкан Соответственно От Эмералт Варден И она Смещается На Мидлайн Будет Фармить Дальше Есть у нее Энергайзер Великолепный Айтем В принципе Для команды Догонять Убегать Всегда полезен Ну и Сустайнеры Что она будет Сустайнеров Варить Подозревают Что Нулстоун Ну уж точно Это будет Не рунут Кливер Правда ведь МК Под дабл Дэмэджем На мидлайне Забирал Крипов Т2 Мидлайн Пушится Команда Скай МК Опять делает Своё комбо Сразу же Забрал Просто Шестерых Крипов В ловушке Стояло Вот Эмералт Барна Сейчас Кракен Он танчит Ничего не боясь В принципе Бояться 2100 хп Устаточно Убитен Кракен Не добили Башню Вот Ну и наверное Вторым эшелоном Что называется Сейчас зайдут И будут Добивать Не стали Не стали И Отдэфливают Здесь Мидлайн Эмералт С Варна С Вавласом Трудятся Забирает Крипов Разворачивается Гласиус Бласт бросается на ним Фору Инициация Смотрим на файт Слишком рано На мой взгляд Сейчас варбист Зашел в свою ульту Врывается И Смотрим Баблз К сожалению Не успели Сейчас задесейблить Тепписта Какая хорошая ульта Друзья От Кракена Бегает до сих пор У нас варбист Ну куда же он дальше Здесь бегает Сзади кстати Пеблз воюет Обходят Варбиста в итоге Добивают Пеблз ничего Не успел здесь Сзади сделать Смотрите какое Количество хп Осталось Команды Скай Эмералт Варден Есть враг Братите внимание Успела она забрать Соответственно Манки Кинга И успела Еще один фраг Сделать Вот вам и ульта У Эмералт Варден Соответственно Захилил ее Ее питомец Ее летающий Орел Чак Отпевался Друзья Четверых игроков Сейчас Потеряло Команда Хеллборнов Размен Три в четыре И Заденайл Заденайл На нижнем лине Гласиус башни Выжил Выжил Насколько я понимаю Гласиус в данном фейте Не вижу я его В смертях Забрал он я И выжил Да За счет чего Собственно У нас не было Геноцида Ответный пуш По мидлайну Командант СМК Чак Заюзал Пеблз Дабы похарасить Еще башню В Рэйчет Хак Сонаром Забрало Крипов Имеется Шипстик Вы видели Во время Предыдущего Сражения Как шипстик Был заюзан На Варбиста Но он уже Находился В своей ульте Поэтому Скорость передвижения У него была Увеличена 4 на 3 Всего У Хардкери Команды СМК Счет Не дают Варбисту Возможности Побольше Забрать фрагов Правильно делают На нефории Раскрывается У нас Манкикинг Опять же За счет Лотара Легко Забрали я Одна из иллюзий Пеблса Была убита И Варден На топ-лайне Формит Есть у нее Время Сейчас Мы видим Пока на нижнем Лайне У нас Проходил файт Есть у нее Время Забрать Пачку Крипов Что она и делает Ну и Варбист Уничтожает Ансендов 37 Минута Совсем скоро Подойдет К концу Счет 20 28 Торнир Touch the horn Проходящий в Казахстане Город Алматы Группа B Групповой этап У нас пока что Еще не Плей-офф Прямое включение Напомню Друзья Смотрящие нас Задержка В 30 секунд Мини-карта Закрыто Специально Вот Видите Два огромных Монитора В клубе Next Транслирующие Данную игру Соответственно Зрители смотрят И Врыв Пеблса Друзья Попытка забрать Была Конгора Ох Какая ульта Сейчас была Заюзна Кракеном Темпес Там У Пеблса Нет Шансов На выживание Приходит Баблс И Смотрим Что происходит Варбист Имеющий Бруталайзер Сейчас просто Забрали Всю команду Кроме Гласиуса Вот вам и ответ Команда ЦМК Я специально Собственно Не озвучивал Действия Которые У нас Происходили Вот Дабы Команды Не услышали Что приближалась Команда ЦМК И Скай Не смогли Среагировать На данную ситуацию В итоге Вы видите Что произошло Потеряли Немфору Потеряли Пеблса Но Забрали Четверых Команда ЦМК И Этот Бруталайзер Имеющийся У варбиста Сейчас реально Ему бустанет Помимо того Что имеется Эбисол Шранкин Плюс Шилдбрейкер Далее Лишь Ну я не знаю Соверш Мейс Наверное Да Чтоб уж совсем С пару тычков Всех убивать Вот вам И Мид гейм Вот вам И Ирли гейм Инициатива И собственно Преимущество было На стороне Команды Скай А к Лейту Мы видим Что уже ЦМК Гораздо Увереннее Играют И опять же Варбист Показывает Класс Даже ничего Не боясь Обратить внимание Выдерживает Ульту От вращит Хак Вот на нем Сейчас Юзает Комбо Но он Заюзал Свой Шранкин Хэт И добивает Милишной Бараки Нужно Наверное Сейчас было бы Ему убегать Вот Не успел он Этого сделать Скорее всего Его сейчас Убьют Смотрим Да Так и есть Сделали Фраг Баблс Комбо Смотрите Ульта Как была поставлена Заюзал Сейчас Темпис Но нет У него Темпис Сейчас Ульты Заюзал БКБ Как Просто Манкикин Сейчас отдался Друзья Есть Вартов Ревелэйшн Был И Кракен Попытка Забрать Эмирал Фарда У которой Имеется Токен Она сейчас Встанет Заюзал Кракен Также Барбит Армор Возврат Урона Нужно Гласиус Сейчас было бы И команда ЦМК Сейчас будет Забирать Оставшийся Рейнджовый Барак На Мидлайн Есть Есть Минус Лайн И Смещается ЦМК Вниз Бьют Башню 28 секунд У нас Еще до Возрождения Манкикинга Заюзан Блчак Башня Получила Законательный Урон Минус Башня И на этом Мы видим Что ЦМК Решили остановиться Отходят они А СКА им Сейчас придется Нелегко Минус Мидлайн Для них Означает Постоянный Прессинг Крипов Легиона По мидлайну Соответственно Нужно будет успевать Еще и дефать Мидлайн Дабы не добрались До трона И не начали Крипы бить его Соответственно Уничтожать перед этим Две защитные башни Ни один из игроков Ни одной Ни второй команды Ни золотой пайбэк Вот Ну и Кракен Как мы видим Так и не доварил Ни Барри Райл И Даймоник Брисплейт Соответственно У него не имеется За счет Смертей Которые были В ненужные моменты Для него 42 минута Приближается Фарм Фарм Который получает Сейчас судьба Очень хорош Для него Безусловно Попытка забрать Мангкейкинга Который собственно С лотаром Убегает назад Эмиралт Варден Имеет Нулстоун И также имеет Лотар Увеличила она Свой Селф Выживаемость Соответственно Свой потенциал Выживаемости За счет Покупки лотара И за счет Покупки нолстоуна Сейчас особо Наверное Ее даже Фокусить Было бы Нецелесообразно Вот Желательно Убивать Варбиста На мой взгляд Но если Фокусить Варбиста То тогда Остается у нас Баблз Который будет Сайленсить Который будет Сёрф бросать Пеблз Остается В общем На самом деле Нелегко Сейчас команде Скай приходится На мой взгляд Фармит МК внизу Тем временем Видите у него Есть Фросберн И продолжает Он пушить А на мидлайне Забрали Вращитхак Красти Краб Был убит Скайкью Вот на башне Оставшаяся одна Здесь в одиночестве Стоящая Т2 На топлайне Судьбой Была уничтожена Проложает Команда Команда Пушить Топлайн Дефит Манки Кинг Кракен А вот Собственно Готовый Демоник Брисплейт Я же удивлялся Где же Где же Собственно Айтем Видимо Кракен Копил На рецепт Не решался Он взять Варклиф В замес Например Того же Весмента Не брал Его себе Вот Ну и сейчас Мы видим Куда ушли Его деньги Не были они Потрачены Зря Одна хорошая Инициация От команды Sky Может Переломить Ход событий У нас в игре Запросто Главное Чтобы хватило ДПС Во время Ульты От Темпест Продолжается У нас натиск Топ-лайна Скрипами Команда CMQ Собирается Заходить А Варбиста Продолжение Имеет Собственно Экс Офмальф И это Будет превращаться В итоге В сердце Скорее всего Кракен Пытается его убить Заюзал он Возврат урона Нужно убегать Было бы ему Наверное Сейчас они получают Дамаг Не добили Глазиуса Есть автоатака От Варбиста В итоге Фраг он сделал На бире Комбо Здесь у нас умирает Кстати Врэшид Хак Команда Sky Не обратила На это Внимание И 29 ХП Обратите внимание Здесь у Врэшид Хак Оставалось Ворвался Темпест Вперед И В итоге Отдали Манки Кинга Стоят Стоят Sky Ох Какая сейчас Хорошая комбинация Была Двух Ульт От Команды Sky Но Как я и говорил Соответственно Не хватает Уже просто ДПС Ну и Темпеста забирают Ну что ж Это геноцид И это ГГВП Поздравляем команду CMQ С победой Вырвали они В итоге Эту победу За 45 минут У команды Sky Спасибо ребятам За эту великолепную Игру Оставайтесь с нами Совсем скоро Мы продолжим Соответственно Смотреть Следующие игры Градс 33-33 Великолепный счет На мой взгляд И именно поэтому Дорогой Несмотря на то Как я сильно тебя люблю Нам нужно Расстаться Все? Все Пацаны Я создал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok